Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Михаил Александрович Ковалев, заведующий отделением отариноларингологии, филиала номер 3 3-го Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского. Здравствуйте, Михаил Александрович! Здравствуйте! Рады снова видеть вас в нашей студии. И сегодня хотелось бы поговорить о голосе, о связках и о том, когда его нет. Потому что сейчас все больше и больше людей сталкиваются с такой проблемой. Голос просто пропадает, бессимптомно. Что это такое? Действительно так, проблема, возможно, не настолько актуальна, как проблема насморка, заложенности носа или боли в горле. Не все пациенты в своей жизни сталкиваются с потерей голоса, но некоторые сталкиваются и не придают этому симптому должного внимания. Это очень плохо, на самом деле. Голос, бывает, пропадает во время какой-то простудной инфекции, заболевания и той же УРВИ. Не у всех пациентов, опять, у некоторых пациентов такое происходит. Здесь нет ничего страшного. Переболели, отдохнули. И голос потихоньку может восстановиться. Но все-таки с чем это связано? Потому что для многих людей, чья профессия связана неразрывно с речью, это целая трагедия. Именно так. Это связано с острым ларингитом, острым нарушением голоса, связанным с обычной вирусной инфекцией. Когда идет воспаление слизистой оболочки гортани, воспаление голосовых связок, появляется отек в этой области. И нарушение голосообразования, нарушение плотного смыкания связок во время разговора. И это приводит к охриплости, к осиплости. И обычно все заканчивается очень хорошо. Проходит какое-то время, организм вирус убивает, мы побеждаем, и голос возвращается. Конечно, приятного мало, потому что на какое-то время без голоса люди становятся нетрудоспособны. Особенно у кого работа связана с голосовыми нагрузками выраженной. И здесь нужно проводить комплексное адекватное лечение. Именно снятие отека с гортани. Гортань находится достаточно глубокой. Просто так до нее добраться иногда бывает очень сложно. То есть в нос мы можем пшикнуть какие-то лекарства, в горло тоже пшикнули спрей. На гортани эти препараты не доходят. То есть здесь нужно смотреть, действительно ли есть воспаление. Определяться с активностью данного процесса и назначать варианты ингаляции, варианты иногда заливок в гортань. То есть препараты, которые уже будут попадать непосредственно на воспаленный орган и лечить в нужном месте. Какие существуют методы восстановления голоса? В первую очередь это голосовой покой. Чем меньше двигаются мышцы гортани, чем меньше двигается сама гортань, тем меньше провоцируется вот эта воспалительная реакция. Тем меньше будет отек в последующем. Во-вторых, соблюдение диеты. То есть ничего не должно раздражать слизистую гортани. Также исключение курения. То есть курение обладает выраженным таким агрессивным фактором для слизистой гортани. И во время воспалительных процессов это разусиливается. А вот вы сказали диета. Что категорически запрещено при потере голоса употреблять в пищу? Нежелательно употреблять острое. Нежелательно употреблять солёные блюда. Нежелательно употреблять алкоголь. Нельзя переедать. Нельзя наедаться перед сном. То есть всячески исключить возможные варианты рефлюкса, чтобы не было заброса содержимого из желудка в пищевод. Дробное питание. Желательно маленькими порциями. Часто питаться. Это общие рекомендации по диете. Я думаю, здесь ничего удивительного нет. Просто нужно соблюдать их. Это сложно сделать. В ритме, в рабочем ритме, в ритме жизни. Как-то уделить внимание питанию. А бывает такое, что потеря голоса не связана с вирусной инфекцией? Да, бывает. И это наиболее страшная и наиболее опасная категория. Симптомы вот этой вот потери голоса. Потому что одно дело, мы переболели. Голос на какое-то время пропал. Потом постепенно вернулся. И всё хорошо. И возможно, больше этого не произойдёт. Возможно, произойдёт при следующей респираторной инфекции. Но здесь ничего страшного нет. Прошло, прошло. Другое дело, когда голос начинает постепенно пропадать в течение длительного времени. Сначала раз в месяц, например, на какое-то непродолжительное время. Потом всё чаще, 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 чаще. Появляется именно хриплый голос. В таких случаях необходима консультация врача. Потому что это может быть симптомом нехорошего заболевания. Иногда злокачественных изменений на связках. Иногда доброкачественные какие-то на образовании появляются. Иногда бывает какая-то функциональная дисфония. Это наиболее такой благоприятный вариант. Потому что его можно решить, работая с фониатром. Фониатр – это специалист по голосу. Это доктор, который занимается проблемами голоса. Либо занятиями с фонопедом. Фонопед – это педагог. Педагог, который учит правильно пользоваться голосовым аппаратом. Правильно работать связками. Правильно работать мышцами гортани. И вместе с фониатром получается очень хорошая команда. Они восстанавливают голос профессионалам. Обычно эти специалисты работают с профессионалами голоса. У кого большая голосовая нагрузка. Артисты, певцы. И ведущие также. Педагоги. Очень часто тоже попадают. И, конечно, если появилось нарушение голоса, которое какое-то время беспокоит других симптомов. Может быть, и не быть. Но только голос. Надо обязательно идти к врачу. И здесь очень важно провести правильную диагностику. Потому что на обычном приеме врача, в любом месте, неважно, это очень крутая клиника или простая, изначально идет осмотр инструментами. Нос посмотрели, горло, шпатель, нос, носовое зеркало. Гортань смотрится гортанными зеркалами. То есть, это зеркала, которые мы вводим в просвет ротоглотки. И отражением смотрим, как выглядит гортань. Зеркала небольшого диаметра, где-то миллиметров 20, может быть, в диаметре 22-25. И если у пациента достаточно выраженный рефлекс глоточный, пациент начинает сглатывать, и ему вот это инородное тело зеркало вызывает выраженный дискомфорт, и он не может сдержаться, то осмотр затруднителен. В данном случае просто обязательно проводить осмотр эндоскопический. То есть, эндоскопический, фиброскопом, видеофиброскопом, либо есть специальные жесткие ларингоскопы, которые смотрят под 90 градусов на гортань. То есть, мы их вводим, опять же, через рот, и мы хорошо осматриваем гортань, и это все видно на экране. Потому что визуализация при таких метрах исследования, она гораздо выше и гораздо качественнее. Если мы используем фиброскоп, маленькая трубочка входит через нос, мы проводим через нос. Мы детально можем осмотреть носоглотку, детально осматриваться ротоглотка, гортаноглотка. То есть, все отделы по ходу проведения фиброскопа можно рассмотреть, можно сделать видеозапись, можно посмотреть потом в повторе весь наш исследование. И что это дает? Это дает увидеть даже минимальные изменения на слизистой. То есть, это дает увидеть и распознать, есть ли образование. Потому что образование не всегда бывает на поверхности. Иногда бывает что-то поддавливает связку изнутри, со стороны глубоких тканей. Мы можем не видеть глазом такую проблему. То есть, мы видим, что там какая-то асимметрия есть на связке, но чем связан мы не поймем. И благодаря эндоскопии мы можем более детально рассмотреть этот участок и понять, что есть, скорее всего, какое-то образование в глубине связок, которое может мешать работе связок. И иметь вот такой объемный процесс, немножко деформируя всю гортань. Вот так это делается. Это необходимый золотой стандарт исследования гортани, потому что не всегда возможно при осмотре зеркалами выявить и качественно осмотреть гортань. Какие существуют профилактические меры? Профилактические меры не допускать постоянного повреждения гортани, исключать курение. Если есть работа в каких-то вредных условиях, то одевать респиратор и все меры защиты соблюдать, которые необходимы на данном месте работы. Правильное питание, потому что гастроэзофагиальный рефлюкс в большинстве случаев может приводить к какому-то повреждению гортани. Сначала это может быть проявление хронического ларингита, то есть явление хронического воспаления, гиперплазию слизистой гортани. То есть на фоне хронического воспаления может слизистая увеличиваться, разрастаться. И, скажем так, она начинает выглядеть не очень хорошо. То есть она начинает привлекать наше внимание. И от рефлюкса на самом деле очень часто идет развитие новообразования гортани. Это вторая причина после курения, вторая причина, которая вызывает различные образования и доброкачественные, и злокачественные. На это тоже нужно уделить. Особое внимание этому нужно уделять. Все пациенты с патологией гортани должны проходить консультацию гастроэнтеролога, проходить в ЭГС. Ну и самое главное, конечно, в этом случае не заниматься самолечением, потому что мы знаем эти примеры, когда начинает голос пропадать. И тут идет просто в арсенале огромное количество средств. И не всегда это медикаментозные средства, это народные средства, которые, в общем-то, могут навредить. Так и есть. Ряд пациентов, к сожалению, считает, что немножко похрепел, прошло, похрепел, прошло, и идут в аптеку, покупают какие-то препараты. Это не запрещено, поэтому без проблем пришли, купили, что-то поврызгали, что-то сделали, не помогло. Попытались обратиться в поликлинику, в поликлинике очередь на несколько месяцев. Они подумали, ну ладно, подождем еще. И у меня в прошлом году было несколько пациентов, которые в подобной схеме пытались лечиться. И, к сожалению, при осмотре у них уже были распространены формы злокачественных на образовании гортани. Если бы они обратились чуть-чуть раньше, проявили какую-то настойчивость возможную, и попали на прием к лорочке, я понимаю, что в данных условиях есть определенные сложности, но осмотр проводить необходимо. При данной патологии необходимо с носом, можно ходить вдольше, с горла першит беспокоит, тоже можно походить, можно не прийти. Но если есть стойкое нарушение голоса, этот симптом достаточно грозный, и к нему нужно относиться серьезно. Среди пациентов, которые приходят на прием, может быть, до недели не быть человека с потерей голоса. То есть это не такая частая проблема, но к ней нужно всегда относиться немножко серьезнее, чем к другим проблемам, потому что за банальные потери… Есть риск возникновения и осложнения, а самое, наверное, страшное – это образование, злокачественное новообразование. Да, это самое страшное. И если успеть застать это образование на ранних стадиях, на первой стадии, лечится очень хорошо. Есть различные варианты с хорошим результатом, с хорошим прогнозом, поэтому… Все нужно делать своевременно. Да, люди, которые запускают, они убивают свое время. И самое главное – внимательно относиться к себе и к своему здоровью. Абсолютно верно. И не пускать все на самотек. Да, да, да. Михаил Александрович, что бы в завершение Вы пожелали нашим телезрителям? Хорошего настроения и беречь себя. Ну, как обычно, наверное, так и есть. Крепкого здоровья. Крепкого здоровья, абсолютно верно. Согласен. Спасибо Вам. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания. Спасибо.